9 мая, праздник, который касается каждого, минуло уже 73 года с окончания Великой Отечественной войны. Времени тяжелых испытаний, которые с честью преодолела наша страна. Во время Великой Отечественной войны студенты, педагоги и ученые Казанского Федерального Университета оказались в одном строю. Одни ушли на фронт, другие ковали победу в тылу. Вот уже четвертый год по Кремлевской улице города Казани в направлении Казанского Федерального Университета от Кремля движутся колонны, которые в едином порыве выражают свою любовь и благодарность нашим дедам, прадедам, бабушкам, которые в тылу сражались, на фронте сражались. В преддверии Дня Победы студенчество Казанского Федерального Университета ежегодно объединяется для организации проведения студенческого марша Победы. Это стало доброй традицией не только для ВУЗа, но и всей Республики Татарстан. Напомним, что в Елабыке и Набережных Челнах также проводится данная акция силами КФУ. Несмотря на плохую погоду, участники парада стоят на шелохнувшей страниц через всю улицу Кремлевскую. Зрители направляют камеры мобильных телефонов. Тысячи фотографий, видеозаписей заполняют социальные сети. Мероприятие началось на площади у Кремля, где состоялась церемония возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля. Вместе со студентами в марше приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники и выпускники университета. Возглавил шествие с фотографией своего деда ректора КФУ. Проректора университета и почетные гости. Громогласно Ура разносилась в площади 1 мая по соседним улицам. Участие в традиционном для КФУ мероприятии студенческом марше Победы Казанского федерального университета приняли участие более тысячи студентов, в том числе из других федеральных вузов России. Для меня значит очень много в плане патриотической направленности, потому что мы приехали сюда как от военно-патриотического клуба «Патриот Сибири», Сибирского федерального университета города Красноярска. И для меня это большая честь побывать на таком грандиозном мероприятии. Ребята это будущие военнослужащие, они через буквально полтора года станут лейтенантами и будут служить в вооруженную силу. Лично для меня это значит очень многое. 23 года назад я впервые прошел старым шагом по Красной площади в составе парадного батальона. Глядя на это, я понимаю, что все традиции сохранены и будут продолжаться через поколение в поколение. У меня и прадед служил, и прабабушка. Готовиться мы начали еще два с половиной месяца назад. Тренировка была каждую неделю. Собирались, маршировали по два часа. Очень уставали. Данная акция, организованная КФУ, состоялась уже в четвертый раз. В этот раз в марше Победы приняли участие около пяти тысяч человек. После подхода почетного батальона к главному зданию Казанского федерального университета состоялась торжественная часть празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Студенческий марш Победы стал доброй традицией в Узии и Татарстане. Он проходит не только в Казани, но и в Елабуге и набережных Челнах, где также проводится Казанским федеральным университетом. С приветственным словом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Наш студенческий марш сегодня демонстрирует силу духа нашей молодежи, ее единение, умение сплотиться во имя великой цели. Именно эти качества позволили нашим отцам, дедам и прадедам победить жестокого и сильного врага. Мы живем под мирным небом. Я хочу пожелать каждому участнику никогда не познать трудности военного лихолетия. В октябре прошлого года я осуществил свою давнюю мечту еще раз побывать по местам боев, где проходила наша 3-я гвардейская танковая армия. Великое счастье, дорогие друзья, что мы, сидящие здесь ветераны, видим нашу прекрасную молодежь. Та молодежь, которая сегодняшний день представляет великое счастье нашего народа. Какая радость у меня сегодня на душе. Я вот смотрю на вас, солдаты, будущие защитники нашей Родины. Я так рада, что наша Россия имеет вот такой запас силы над фашизмом в будущем. Если кто-то посягнет на нашу Родину, очень крепко пожалеет об этом. После торжественной части ректор университета, гости мероприятий и студенты отправились к мемориалу памяти погибшим для возложения цветов. На месте проведения мероприятия работала полевая кухня. Напомним, что телеканал Универ-ТВ вел прямую трансляцию с мероприятия. Повтор трансляции состоится 9 мая. Насыщенный день со студенческого марша победы завершился для ветеранов праздничным обедом в Казанском федеральном университете. Гостей продолжили поздравлять сотрудники ВУЗа. Развлекательная программа включила в себя творческие номера представителей КФУ и приглашенных артистов. Такая солидарность нашего студенчества. Это же умолепстяжимо. Значит, мы со своей народом, со своей молодежью становимся единым коллективом. Это самое главное. На этом праздничные мероприятия в КФУ, посвященные Дню Великой Победы, не заканчиваются. В ближайшие дни на площадках Елабужского и Набережно-Челнинского институтов КФУ также пройдут студенческие марши Победы. А студенты всего университета по давней традиции продолжат акции помощи ветеранам и героям трудового фронта.